В нашу редакцию поступил звонок от семьи, которая уже долгое время не может решить свою проблему. Выпускник Жамбулского детского дома, его семья, вот уже более семи лет скитается по арендным квартирам и домам. Очередь их не двигается, в Экемате дают пустые обещания. Подробнее в нашем следующем материале. Семья Батыровых каждый день обивает пороги кабинета чиновников. Глава семьи Наумбек Батыров на встречу с нашей съемочной группой прийти не смог, но связался по телефону. По его словам, в очереди на получение квартиры он стоит с 2002 года. Сразу как выпустился из детского дома. И только спустя 11 лет ему выдали документ о том, что он состоит в данном списке. Несмотря на каждодневные визиты к ответственным органам, мужчина и его семья получить квартиру не могут до сих пор. Хоть он и является инвалидом второй группы. Все знают про нашу ситуацию, все чиновники, Акимы, но никто не может помочь. До сих пор ждем, что нам наконец-то выдадут это долгожданное жилье. Мы уже приходили в Акима Тосинского района, они постоянно обещают. Но дальше обещаний дело не доходит. Сколько уже прошло, а квартиры все нет. В Таразе немало людей, которые до сих пор не могут получить свои обещанные квартиры. По словам ответственных лиц, поводов для беспокойства нет. Жилье семьям выдается согласно закону, и он не нарушается. Стоит отметить, что в Жамбылской области совсем недавно начали строить многоэтажные дома, предназначенные для таких семей. Сейчас закончилось строительство 18-квартирного жилого дома. Второе обещали завершить до конца текущего года, а третье пока еще только в планах. Согласно жилищному законодательству, в районе сейчас зарегистрировано 94 сироты. 20% из них должны получить положенные им квартиры. Для тех, кто еще жилье свое не получил, эти цифры мало что значит. В их числе и семья Батыровых. За 16 лет постоянной борьбы за жилье без крыш над головой у них опускаются руки. Потому как в 2011 году эта семья стояла в списке в очереди на 79-м месте, в текущем на 66-м. Сколько еще ждать и на кого надеяться, вопрос остается риторическим.